привет привет дорогие мои рада приветствовать вас на моей кухне если вы смотрите это видео то да вы снова на кухне с кем с дилетантом сегодня мы будем готовить индейку и не просто индейку а индейку карри в сливочном соусе но перед тем как я озвучу ингредиенты которые понадобятся нам для приготовления этого вкусного яркого блюда прошу каждого из вас подписаться на мой канал если бы этого еще не сделали и нажать на колокольчик для чего да просто для того чтобы не пропустить следующее видео и нашу следующую встречу пойдем готовить индейка с карри это очень пряное и ароматное блюдо родом из индии будем готовить на молоке но можно также приготовить это блюдо на сливках 15 процентных либо сметане в моем случае сегодня у меня под рукой молоко которое предварительно успела вскипятить также я добавлю в блюдо сливочное масло и смешаю его с кокосовым для того чтобы наша индейка раскрылась нотками аромата с разных с разных возможных сторон чтобы там преобладали не только нотки карри но и кокоса слива сливки в этом блюде они помогут смягчить характерную остроту блюда и также не пересушить индейки нам понадобится с вами филе индейки сегодня я приготовлю филе фирмы иван мясоедов так здесь у меня 500 грамм предварительно если она заморожена мы размораживаем заранее не забываем нам понадобится репчатый лук 1 большая луковица также заранее убедитесь что в вашем кухонном а шкафчики имеется куркума и карри имеется приправа карри вот смотрите вот аре нам понадобится 2 зубчика чесночка также нам понадобится перец красный молотый либо паприка кусочками можно и то и то добавить чеснок не забудьте про чеснок он всему придает особую пряность поэтому для нашего блюда нам понадобится 22 зубчика чеснока как я говорила ранее запаситесь сливками 15 процентными либо сметаной либо молоком готовьте в миску наш сливочный соус в нашем случае в моем случае это молоко один черпачок с половинкой я добавляю примерно 200 миллилитров молоко уже прокипятила предварительно теперь мы добавляем специи в нашу миску по карри куркуму перчик кусочками либо молотый соль сейчас все будем делать поэтапно а также небольшой слайсик сливочного масла крестьянского высшесорта нам нужно кокосовое кокосовое масло как я и говорила вот я очень мне нравится вот я вот я очень люблю такое масло делюкс кокосовое масло холодного отжима вот эту бутыль огромную тут целый литр масла я приобрела на вальдерес по очень хорошей цене так что будем его смешивать со сливочным чтобы у нас был просто взрыв вкусов чтобы наши вкусовые сосочки получили максимальное наслаждение конечно соль традиционно я использую мелкую юдированную морскую соль вот и все ну и напоследок когда уже будем подавать блюдо к столу можно украсить его базиликом либо любой другой зелени зеленью который у меня нет а еще 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 из моих приправ забыла сказать конечно имбирь если есть имбирь то это хорошо по моему мой закончился а нет есть вот имбирь тоже добавим но конечно если у вас есть свежий гораздо лучше нарезать слайсиками свежий имбирь и тогда блюдо получится поистине горячим и еще обеззараживающим на наш организм также имбирь он иммунитет поднимает но я люблю на тему пополтать как вы знаете уже в общем то и все начинаем готовить наконец-то сейчас нам нужно намыть и просушить филе потом нарезать его кусочками конечно же лучок мы обжариваем до золотистого цвета конечно же вот можем добавлять индейку итак добавляем одну чайную ложку карри я смиксую половинку куркумы добавлю пол чайной ложечки и пол чайной ложечки карри если у вас есть только карри классический карри тогда целую ложечку добавляйте чайную чайную соль добавляем паприка кусочками я добавлю не так много чтобы сильно чтобы не превратиться в огнедышащего дракона я чуть-чуть молотого перца добавлю сюда итак мы готовы добавлять наш соус вылите соус и тушите все вместе на протяжении 10-15 минут на минимальном огне убавляем огонь какая красота я уверена что вы хотите это увидеть а еще больше вы хотите скорее попробовать это наивкуснейшее ароматнейшее блюдо индийской традиционной кухни пойдем покажу вам так как я собираюсь его испробовать только через несколько часов на ужин так как я уже обедала так кто-то ко мне придет женщина придет ладно что упала у студента то упала на газету и так пробуем прямо из сковороды я думаю что не я одна такая отлично реально я вас не обманула а тяжелая какая сковорода главное чтобы не испортилась еще еще один кусочек я достану ну поистине индийская кухня актуально кстати в холодное время года потому что это очень теплый аромат и согревающая душу специя ну прям индийское кино это блюдо можно подавать с любимым гарниром который любите именно вы и ваше семейство это может быть рис это может быть коричневый рис это могут быть макароны любимые спагетти и либо кускус либо пшено и можете на гарнир приготовить картофель не забывайте что это блюдо его можно есть в разных вариациях можете пожарить картофель и отварить сделать пюре либо запечь любой вариант будет уместен с этим блюдом а также можно подать приготовленное мясо с чиабатой с поджаренным тостом это уже будет больше выглядеть как закуска приятного всем аппетита вылетела что-то изо рта наверное индейка наверное индейка у меня не дожарилась и вылетела изо рта полетела на юга ну что спасибо вам что были со мной чтобы досмотрели это видео до конца спасибо за вашу активность ваши лайки каждый ваш лайк и подписка помогают подняться моему каналу на новый уровень и новые высоты спасибо пока